Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем, мои любимые кавкианские насекомые! Сегодня будем говорить про мандибулес, про жвалы 2020 года, франко-бельгийскую, абсурдистскую кинокомедию от режиссера, сценариста, оператора и монтажера Квентина Дюпье. Кто такой Квентин Дюпье и с чем его едят, обсудим несколько позже. Ну а пока музыка к фильму написана популярной британской мультижанровой группой «Метронами». Можете послушать их на YouTube. Премьера жвал состоялась во внеконкурсной программе 77-го Венецианского кинофестиваля 5 сентября 2020 года. Как водится, из-за пандемии коронавируса французская, да и не только французская премьера фильма несколько раз откладывалась. Жвалы должны были стартовать во французских кинотеатрах еще в декабре 2020 года, но по итогу добрались до киноэкранов только 19 мая 2021-го. Украинская премьера состоялась два месяца спустя 15 июля. В ролях, вряд ли вы о них слышали, иногда это комики, иногда популярные актрисы, Давид Марсе, Грегоар Людик, Адель Экзеркопулос, Индия Хейр и прочее. Квентин Дюпье – любопытнейший европейский режиссер из ныне живущих. Поверьте мне, очень любопытный. В каком-то смысле он и не режиссер вовсе, а скорее экспериментатор, сюрреалист и чудак. Ах, как я люблю чудаков. По крайней мере, он не режиссер в привычном для нас понимании этого слова. Первоначально слава к Дюпье пришла как к электронному музыканту и диджею по прозвищу Месье Уазо. Но видеоклип на его композицию «Flat Beat» 99-го года удостоился десятков миллионов просмотров на одном только YouTube и превратил главного героя этого клипа, такую неказистую куклу «Flat Eric» в популярный бренд. И вот все то, что Дюпье делает в музыке, он блестяще воспроизводит и в кинематографе, к которому будущий режиссер обратился в самом начале 2000-х годов. Именно тогда он выпустил дебютную на 50 минут работу под названием «Non-Film», то есть не фильм, не кино. Буквально с первой же своей полнометражной, ну или почти полнометражной режиссерской дебютной работы, Квентин Дюпье заявил миру, что он не самый стандартный кинорежиссер. Но давайте я не буду отходить в сторону. Вернемся к тому, о чем я рассказывал. О взаимосвязи между электронной музыкой Дюпье и его фильмами. Вот смотрите сами, вернее слушайте. Электронная музыка Дюпье, она легка, комична, танцевально-развлекательна, в меру странна, полу-независимо-полукоммерческа. Ровным счетом то же самое можно сказать и о его кинокартинах, которые за последние годы обжились основательной фанатской базой как среди столичных критиков, так и среди, таких как я, провинциальных киноманов. Шина, неправильные копы, реальность, оленья кожа, сюжеты фильма в Дюпье сюрреалистично бессмысленны и вызывающи. Как то шина-убийца, куртка-убийца, копы-убийцы. Дюпье способен дать измученному киноману-кинокритику то, что тот почти никогда не получает в современном независимом кинематографе. Знаете, такое искреннее, самодостаточное, нарочито неинтеллектуальное, освобожденное от вечного гнета условностей и формальностей киноискусства и киноиндустрии развлечение. Но не путать это развлечение с развлечением пустопорожним и пошлым. Об этом удивительном феномене Квентина Дюпье мы сегодня с вами поговорим чуть-чуть позже, но уже в контексте анализа содержания жвал. Представьте, что получилось бы, если б тупого и еще тупее снимал не Питер Форелли, а, например, Луис Бунюэль. Правильный ответ – жвалы Квентина Дюпье. Итак, по сюжету двое тупых, но очень дружных приятелей-кретиноидов с криминальными замашками, их зовут Жангап и Ману, отправляются в незапланированное путешествие. И путешествие это вызвано двумя причинами. Причина первая – друзья рассчитывают получить аж полтысячи евро за транспортировку чемоданчика с неизвестным содержимым от одного странного дяди к другому странному дяде. Причина вторая – друзья планируют выдрессировать гигантскую, размером с доброго пса Муху, случайно обнаруженную ими в багажнике брошенного автомобиля. Во как! По пути они вламываются в трейлер неизвестного бродяги, живущего прямо посреди пустыни. Грабят незнакомцев, получают приглашение пожить в дорогом особняке, выдают себя за тех, кем не являются, доводят одну из девушек до полубезумия и так далее, и так далее, и так далее. Как настоящие Бивис и Батхет, Жан Габ и Ману проявляют вершины человеческой тупости, проваливая почти все, что только можно провалить за время своей бурной, но совершенно бестолковой деятельности. «Жвалы» – эдакая мутантская роуд-муви. Буквально фильм ни о чем и ни про что. И потому, я буду на этом настаивать, фильм совсем не глупый. Окончательно дурацкое, во многом бессмысленное и ничуть не напряженное приключение парочки закадычных идиотов удивительным образом расслабляет и умиляет зрителя. Обнаруживает лазейки в набившем оскомину в вездесущем порядке константе кинематографа последних десятилетий. Того кинематографа, который построен на трех актах, на логике, на психологизме, на драматизме, на конфликтах. Дюбье же, как уже было сказано, отвергая всяческие константы и правила нынешнего кинематографического порядка, идет своей уникальной дорогой, развязывает Гордиев узел одного известного парадокса. И вот этот парадокс, а точнее его решение, и есть самая суть творчества Дюбье, его метода, его мировоззрения, как режиссера. Давайте поговорим об этом парадоксе. Мы все по вполне понятным причинам уважительно ценим и даже пересматриваем разнообразные апокалипсисы сегодня и земли кочевников. Да, интеллектуальный кинематограф прекрасен, но всегда ли кинематограф должен нести печать нетривиального и путанного интеллекта? Тут-то и начинается наш парадокс. Часто заумные фильмы фантастически глупы, а вот развлекательное кино, к примеру, супергеройские блокбастеры или гоночные боевики, наоборот, то и дело стремятся произвести впечатление серьезных и претенциозных работ. Однако Квинтин Дюбье, отмахиваясь от мейнстрима и авангарда, провозглашает, долой же как первое, так и второе, к черту заумь и к черту пошлость. Почему мы не можем быть свободными от всяческих условностей, ведь все это не более чем добровольное рабство? Давайте же попробуем выстроить такое кино, которое окажется одинаково далеким как от артхауса, так и от коммерческого фильма. В некотором смысле это небольшая революция, провозглашающая рождение так называемого фильма-гибрида, такого фильма, который вобрал в себя все хорошее и плохое от родителей по имени мейнстрима и артхаус, ну а потом показательно от родителей отказавшегося. Вот именно таковы жвалы. Это антиинтеллектуальное интеллектуальное кино. Именно по той причине, что в абсурде и бессмыслице жвал при желании можно отыскать бездну смыслов и тем. Самый глупый на свете фильм самый умный, а самый умный самый глупый. Давайте теперь разбираться в этом. Что же такого интеллектуального можно отыскать в откровенно неумном кино, восходящем к традициям Луиса Буниэля, Дэвида Линча и даже Монти Пайтона? Кино, в котором Бивис и Батхет путешествуют по Буниэлевской вселенной, то и дело выкидывая быка. Специально ничего не буду объяснять, чтобы подтолкнуть вас к просмотру. Ой, вы знаете, вот тьму всего. Например, главный герой частенько раза четыре дремлет в кадре. Несколько раз в спальном мешке на берегу моря. А еще у бассейна. Сновидение это вообще излюбленная тема сюрреалистов, начатая еще при Луисе Буниэле. Вспоминаем такие его фильмы, как Он или Дневная красавица с Катрин Данев в роли проститутки. И эта же традиция была удачно продолжена Дэвидом Линчем. Вспоминайте Шоссе в никуда. Вспоминайте, наконец, Малхолланд Драйв, один из важнейших фильмов двадцать первого века. В общем, странные существа и странные происшествия. Карикатурные персонажи, немного пугающий и несколько забавный гротеск. Все это в жвалах есть. Есть. Но это еще не все. Потому что в некотором смысле Квентин Дюпье идет дальше сюрреализма. Он заходит в области совершенного винегрета жанров и направлений. Даже даже не жанров и направлений, а именно что атмосфер кино восприятия кинематографа зрителем. Его фильмы-гибриды удивительным образом сочетают все и сразу. Дюпье ломает не только реалистичные каноны кинематографа, когда вплетает в повествование необъяснимый сюрреализм, но и каноны сюрреализма, когда возвращает в свои фильмы подобие логики. Абсурд и обыденность соседствуют в жвалах бок о бок. Например, как кажется Жан-Габ и Ману не могут довести до конца ни единого своего дела. Однако, ну уж простите за спойлер, в конечном итоге они успешно справляются с обеими задачами. И чемоданчик довозят, и муху воспитывают. В этом и заключается феномен Дюпье. Он ни на чем не собирается останавливаться, ни на секунду не зависает ни на одном возможном виде кинематографа. Ему интересно ломать даже то, что уже поломано. Бред и быт, сюрреализм и реализм, в жвалах все это переплетено и взаимосвязано. Вот глядите, тут есть сюжет, хотя сюжета вроде как и нет вовсе. Фильм совершенно не смешной, но при этом страшно комичный. Главные герои, тупые придурки, производят впечатление окончательно неприятных типов, но при этом влюбляют в себя. Муха в жвалах выглядит вызывающе кукольной и неправдоподобной, но зритель не в состоянии усомниться в ее подлинности. Ну и так далее. Именно такова диалектика Дюпье. В общем, абсурдистский идиотизм Квентина Дюпье можно воспринимать двояко. И как собственно абсурдистский идиотизм и вероятно это самый верный чань-буддийский путь понимания киноязыка французского режиссера. И как сложную интеллектуальную конструкцию нового неинтеллектуального типа. Безумен ибо мудр. Апогей фильма, а также и его слоган для меня лично это следующие слова в жвалах. Не пытайтесь понять. Такие вещи нельзя объяснить. Вы знаете, мы видим безумные вещи каждый день. Мир сошел с ума. Люди сбрендели. Мы не можем это изменить. Не логика и не абсурд, а нечто третье и народное. Вот как бы я описал ту самую атмосферу Жвал Дюпье. И весь его фильм таков. Даже, казалось бы, обычная фраза. Лежать просто на кровати это уже замечательно. И та может производить двоякое впечатление. Можно сказать, что эта фраза пуста. А можно сказать, что в ней скрыт глубокий смысл. Не менее глубокий, чем в песне I'm Only Sleeping The Beatles. Слоган я вам уже поведал. Так что мне ничего не остается, кроме как неожиданно закругляться. Спасибо большое, что слушаете киноведы. Правда, огромное вам за это спасибо. За каждое прослушивание. За все ваше внимание. Ну и возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.